Я это начал, поздно кончил. Начало фильма. Это Александр Орешкин. Он настолько крутой игрок в дарт, что участвовал в чемпионате мира еще тогда, когда это не было мейнстримом, и туда не стал ездить каждый второй. Я выцепил Александра на зимнем дарт-марафоне, который проводился в отеле Вега в гостиничном комплексе Измайлова в Москве. Позадавал ему всяких разных вопросов, ответы на которые точно прольются медом на уши тех юных падаванов, которые только-только начинают свои первые шаги в дарт. Приятного просмотра. Орешкин, палец, фишкин. Так, ребят, ну вот мы, собственно, с Александром дышим свежим воздухом. Александр, расскажи, почему решил вернуться и так, в принципе, достаточно успешно? Сегодня чуть-чуть в одном шаге от сцены, да, ты остановился? Ну, по старым меркам, по обыкновенным, точнее, по обычным меркам я вообще-то на сцене. Это просто вот по нынешним. Да, из-за новогоднего формата, да? Да, не получилось. А вот так, конечно, вернуться. Ну, тебя давно не было видно, скажем так, в верхушке финалистов, да? До одной восьмой вроде-то нечастлив. Повезло. В смысле, повезло? Ну, повезло. То есть ты считаешь, что в Дарс есть какая-то удача, а это вовсе не мастерство, что ли, игрока? А мне всегда только везет. Я играть-то не умею. Серьезно? Это говорит Орешкин? Я играть не умею. А как же ты столько раз на чемпионате мира попадал? Повезло. Ребят, видите, а вы говорите, что удача не влияет в Дарс. Еще вот, от Орешкина. Вот сегодня не повезло. Ну, три или сколько там, четыре подхода было на дабл, не закрыл. Это когда ты с Борей кольцо играл, да? Да, да. Ну, не повезло. С Ахматьяновым точно так же вчера не повезло. А слушай, Сахматьяновым, ты же вчера ему проиграл, а сегодня выиграл. То есть тоже чисто онатич? Да, вчера я ему проигрывал 0-4, потом мы дошли до 4-5 в его. Так. Я кидал в 32, не попал. У него было 100, он попал 20, топ-с-топс. Вот так вот? Да. То есть у него с тобой разговор короткий, и ты решил ему сегодня должок вернуть, да я так понял? У тебя сейчас что-то гораздо круче, чем получилось, чем вчера. Нет, ну просто я сегодня решил поиграть чуть-чуть. Слушай, расскажи, а ты сейчас вообще тренируешься или нет? Я тренирую. А, ты тренируешь, а сам? Ну, а как можно тренироваться, а мы не тренируемся. То есть ты вообще каждый день буквально, да? Нет. Вторник, всегда четверг. Вот так вот. Кого ты тренируешь? У тебя есть хорошие игроки, которых ты воспитал лично за последнее время? Нет. Ну, что значит, понятие хорошие игроки? Ну, которые показывают хорошо, завоевывают какие-то призовые места, хотя бы на региональном уровне. Нет, нет, подожди. Я не считаю это показателем. То есть вот победун в каком-то турнире, я не считаю, что это какое-то достижение. Хорошо. Что считает хорошим достижением Александр Орешко? Вот, смотри. Вот человек, который начал в 63 года играть в дартс, и в 65 лет, через полтора года, он стал кидать с набором в районе 60. Вот я считаю, это достижение для этого человека. То есть у тебя, ты вот эту категорию населения тренируешь, да? Нет, у меня есть и моложе, есть и моложе, но у них, соответственно, тяжелее им куда-то выезжать, что-то там. Даже на тренировки приходить тяжелее, потому что я в дневное время занимаюсь, и рабочим людям, работающим, им очень тяжело ко мне попасть. Поэтому в основном пенсионеры или детишки. Значит, вот здесь вот как раз вариант такой, то, что именно вот с возрастными людьми чем заниматься? Ну, чем заниматься? Есть, которые ходят вот на палочках, то скандинавская ходьба. Больше того, у нас есть и чемпионы Европы по скандинавской ходьбе, да, занимаются у нас. Значит, и призеры, чемпионы российских соревнований, поэтому и они в том числе тоже и играют в дартс. И прогрессируют, да? Да, да, да. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, у тебя же богатый опыт, как ты оцениваешь, когда ты зажигал, боря зажигал на чемпионат Мир Эзии, и вот сейчас уровень в целом дартс-тусовки растет или тот же самый? Конечно, растет. Растет? Очень сильно вырос. Вот после того, когда появился у нас хард-рок, который с большими деньгами, и Одисси, ну, тогда он и Одисси еще был, когда они появились, и когда была такая, как бы, конкуренция, народ стал зажигать, потому что появился смысл. То есть, по-твоему, раньше народ так не прогрессировал, потому что не было какой-то мотивации дополнительной, да? Нет, не дополнительной, а не было сильной мотивации. Потому что, ну, допустим, смотри, ну вот ты стал чемпионом России, да? Хорошо, стал чемпионом в личке, в паре, в миксте, в команде, в крикете, и все, по-моему, да? Да. И все, у тебя, больше у тебя мотивации нет, потому что, ну, ну что, сказать, что неоднократно, какая разница? Все равно, везде говорят, там, чемпион России, и ты, в конце концов, это все равно многократный. Какая мотивация? Материальной мотивации там практически не было. Значит, и какой смысл поехать куда-то, куда-то играть, потратив, ну, немалую сумму денег? Да. Значит, допустим, ну, взять с Питера в Екатеринбург, там, в Ижевск, или с Хабаровска в Москву, ну, не суть, то есть, понимаешь, да? Не слабо можно потратить. То есть, как правило, да, значит, хорошие деньги, а потратишь, а отдачи-то нет назад. Серьезная отдача. А люди-то играют, у нас и снов взрослые, одно дело, когда детишек, которым оплачивают, это одно, да, то есть, им хорошо, а кто едет за свой счет? Он же ведь начинает что-то прикидывать, как-то считать, а для чего ему это надо? А сейчас, как ты говоришь, после появления вот таких турниров и дополнительной денежной мотивации, народ стал действительно, почувствовал для чего и зачем ему нужно тренироваться, да? Дима, ну, ты сам должен это понимать. Ведь в конце концов, ты же сколько выходил на сцену? Слушай, ну, для меня, в первую очередь, мотивацией было, когда я стал играть, во-первых, я увидел тебя впервые на чемпионате мира, и после этого я заинтересовал. Ну, это про сейчас. А. Ты же живой игрок, ты на сцене-то уже был, и ты понимаешь, что это тоже… Все прелести. Да, 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 что это стимул-то не валяющийся на дороге. Виртуальный какой-то, да. Значит, ты в конце концов, вот ты вышел на телевизор, значит, ты как минимум себе уже обеспечил новую мишень, защиту, хороший свет, рубеж, коврик, то есть… Создать еще лучшее условие для дальнейших трениров? Да, 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 ты создал себе комфортные условия для дальнейшей игры, там где-то запас даже сделал, что-то еще. Нет, я не говорю о том, что там, допустим, дом построил, что-то еще, а просто вот чисто для дартс, чисто для дартс, для развития. Орешки, пальцы, фишки. Ну, вот у меня, вот я один из этих самых, мы купили мишени в клуб. А сколько у вас, кстати, клуб насчитывает мишени? Сейчас, вот у нас 8 висело, сейчас висит 4. Ну, я покажу, я покажу, потому что сейчас совсем по-другому, там сделали шикарный ремонт, то есть, ну, у нас просто очень-очень-очень шикарный. Вот еще осталось достать свет. И вообще просто будет быстрее, да? Просто люкс, дартс, люксовый дартс. Да, 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 несмотря на то, что у нас очень дорогой ламинат. Подожди, а как же дротики отскакивают? А у нас маты. А, вот так вот делали, да? Маты, 4 сантиметра, ровно длина, становишься, упираешься в мат, вот тебе рубеж. Ух ты, вон еще, как у вас интересный. 3,5, по-моему, или 3,8, сколько положено, у нас 4, то есть, у нас перекрывает все, становишься, и дротики они никуда не деваются, то есть, они, если даже и отскакивают, то отскакивают в маты. Понятно. Такое чувство. Какие упражнения делаете вы там, для повышения мастерства? Нет, во-первых, есть те, кто только-только пришел. Я начинаю с щекотой одно. Начинаю. Стойка, хват, посыпь. То есть, прежде всего, я говорю так, вот смотрите, как я кидаю, смотрите внимательно на меня. Увидели? Увидели? Так никогда не делайте. Поняли, ребят? Сам Александр Орешкин себя критично умеет оценивать, да. Так нет, но у Александра Орешкина, когда он начинал играть в тарце, не было Александра Орешкина. Чтобы посоветовать, дать мудрый совет, да? У меня вообще никого не было. Что надо и что не надо. Поэтому сейчас я могу, я могу показать, как правильно бросать, не глядя в мишень, куда я попадаю. Но бросок я могу сделать идеальный и учу. То есть, потом, ну вот мы, и вот начальный этап – это одно, средний этап – это другое. Потом дартс-математика от Верховского, ну, у меня немножечко она своя, я им подсказываю, значит, тоже и этому тоже учим. И причем, вот бабушки и дедушки учат своих внуков потом играть в дартс, потому что они понимают, особенно вот на первый класс, подготовительная группа детского сада еще, арифметика. Горимая. Арифметика. Дети начинают считать, и учителя просто… В шоке. Как вы так, да? Вот я хотел сейчас матом сказать. Да, в шоке, вот как раз нормальное отражение. Понятно, как он так считает-то быстро? А потому что он вынужден так считать. Вот эти секреты, да? Орешкин, палец, фишки. Слушай, а вот молодому поколению, которое нас смотрит, ты бы какой дал совет в первую очередь, может быть, психологический, если они решают посвятить себя дартсу? На что стоит обратить внимание в первую очередь? Значит, я скажу так, это очень сложно мне дать какой-то совет. Вот давай так, ты молодой, пришел в дартс, а вот ты сам опытный, сам бы себе, какой бы дал совет себе молодому? Значит, надо принять решение, нужен ли тебе дартс. И если ответ положительный, то? Значит, тогда на все забить и заниматься. То есть, родителей поднять. Ну, потому что это все-таки, вот чтобы самому заниматься, тренироваться, это самый дешевый вид спорта. А так как у нас Россия большая, и финансирование у нас не очень налажено, то поездки на турниры, а без поездок роста не будет нормального. То есть, личные тренировки у себя дома или в своем клубе не дадут того роста, который можно получить, выезжая на соревнования? Конечно. Дим, ну, опять, вот давай возьмем тебя. Ну, вот ты задаешь вопрос, ты задаешь вопрос. Я задаю вопрос от подписчика, который смотрит впервые. Не провокационный, вот ты сам, когда стал расти? Когда стал ездить на соревнования? Конечно. Ну, и это нормально, потому что… То есть, ты такого же мнения, да? Конечно. Это объективная картина? Объективная картина, да. Это во всех видах спорта. Только участвуя с лучшими, можно как-то подрасти, да? Да. Ну, не обязательно с лучшими, а соревнования с теми, кто сильнее тебя, ты сам растешь, сам стремишься к этому росту. Вот смотри, контраргумент от некоторых ребят. Но я же дома кидаю с набором 85-90 могу сам лично в мишени кидать. И что? И что? А на соревнованиях? Забоишься, испугаешься, типа, да? Нет, хорошо. А на соревнованиях сколько этот человек кидает? Который кидает 90 дома? Ну, мы их не видим вроде как. Ну, видишь, ты же сам отвечаешь на вопрос-то. То есть, дома это одно, там у тебя идеальные комфортные условия. А здесь все совсем по-другому. Настоящий стресс. Настоящие джунгли. Вот я сейчас вот играл с Борей, и вот у кого-то там телефон… А дома этого нету? Нет. Дома я к этому готов. А. У меня телевизор над мишеней, и там обязательно что-нибудь интересное идет. Типа как бы что-то пытается тебя метать, что-то такое. Да, 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 да. И специально, чтобы мне мешало. А здесь, то есть, вроде как, все тишина, говорят, все это самое. И в момент броска, вот оно камера там… А у меня рука пошла. Опять. Я отошел снова. Ага, снова все. Опять. Только опять она… Понятно. Нет, я… Но! К этому надо быть готовым. Ну, у тебя этого… Готовности этой завались за твои годы, да? То есть, ты сейчас чисто на опыте играешь, да? Особо не готовишься, не тренируешься? Тренируешься. Тренируешься все равно? Конечно. Ну, вот я говорю, я же по два часа пусть дома еще где-то часа по два. Орешкин, палец, фишки. Конкретно ты что делаешь на своих тренировках? Все. Ну, давай, первое упражнение. Вот подошел ты. Больше всего даблы. Даблы. Какое упражнение? 27, наверное? Нет. Нет? А что именно? Раунд. Просто большой раунд по удвоениям, да? Раунд по даблам. Раунд по даблам. За сколько проходишь? Не считаю. Не считаешь? А тогда в чем смысл? Как ты оцениваешь результативный? Пять раз я должен пройти. То есть, пять раз просто проходишь по кругу и все, да? Потом 20 закрытий ТОПС, 20 закрытий 32, 20 закрытий 36, 20 закрытий 24, 20 закрытий 28. И ты умудряешься все это за два часа уложиться? Ну, если не укладываюсь, то больше. Ну, я вот пришел с работы, все, вот я встал, занимаюсь. И я же кидаю, вот по времени, у меня же три комплекта дротиков. То есть, ты сразу девять комплектов, ой, в смысле, девять дротиков берешь в руки и вперед, да? Три, булл, вот по три комплекту допустим. Три булл, три вверх, три вниз. Три в булл, три вправо, три влево. Три в булл, по диагонали вверх, по диагонали вниз. Три в булл, по диагонали в другую сторону вверх, по диагонали в другую сторону вниз. слушайте ребята мне кажется это питерская школа езотов тоже берет хотя бы не 9 но 6 то же самое уже 6 не имеет смысла почему потому что я объясняю меня центр так вверх-вниз он только вверх-вниз то есть он как бы теряется ну либо центр вверх там либо центр но это не то совсем байта да и здесь ведь оптимально то есть ты кидая но я вот именно тремя комплектами я засекал по секундомеру сколько я трачу время допустим на 100 подходов кидая одним комплектом так и кидая тремя подходами и чё же получилось значит и у меня получилось то что я экономлю 2,3 у меня выхлоп идет больше то есть я кидаю больше дротиков вот оно поэтому то есть грубо говоря ты кинул покидал час а как будто два с половиной часа кидал вот ребята лайфхаки от орешкина наконец-то мы к 15 минуте дождались так что прокачивайтесь в уровень александр спасибо тебе большое поделился секретами своими фишками очень приятно было с тобой поболтать орешкин парень фишки